Лед отдельно, рыба отдельно. Верховный суд России указал, что в магазине должны взвешивать рыбу так, чтобы покупатель точно знал, сколько в товаре собственно рыбы, а сколько ледяной глазури. При этом цена развесной глазированной рыбы определяется по весу нетто без глазури, то есть по чистому весу товара. Таким образом, вся замороженная глазированная рыба на развес должна взвешиваться так, чтобы весы определяли отдельно массу самой рыбы, отдельно массу глазури, в которую эта рыба запрятана, дабы уберечь потребителей от приобретения неоправданно дорогой ледяной глазури. Между тем, в рознице, в том числе в секциях самообслуживания, частенько бывает наоборот. Возможно, выходом для ритейла станет взвешивание глазированной рыбы сразу с 5-процентной скидкой. Это максимально разрешенная масса ледяной глазури. За последние несколько лет российское законодательство по отходам также претерпело значительные изменения. Вопрос офисного мусора продолжает оставаться одним из самых актуальных. Теперь на него нужно обязательно составлять паспорт отходов. Это требование должно соблюдаться в том числе и в ситуации, когда мусорящая компания ведет свою деятельность в арендуемом помещении, а вопрос с транспортировкой и размещением мусора урегулирован доп. соглашением к договору аренды. Однако с точки зрения закона такой мусор есть не что иное, как отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и дела производства. И мусор от офисных и бытовых помещений организации не сортированный. Последний вид мусора относится к четвертому классу опасности – малоопасные отходы. А значит, по мнению районного, областного и верховного судов, на него нужно составить паспорт отходов, а также установить нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров. Родителям детей, поступающих в образовательную организацию или обучающихся в ней, рекомендовано представлять в образовательную организацию копию карты профилактического медицинского осмотра и медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой. А медицинским организациям рекомендовано проводить профосмотры детей, планирующих поступление в образовательную организацию, а также юношей в год исполнения 15, 16 и 17 лет в рамках подготовки к военной службе в первой половине года. Цель нового порядка прохождения медосмотров – изменение подхода к профилактике и лечению заболеваний. Ранняя диагностика болезни или риск его возникновения – залог эффективного лечения. Субтитры создавал DimaTorzok